сейчас вошла в мой личный кабинет бэнк тимков в общем хочу оплатить интернет интернет которым я пользуюсь мтс по 600 рублей в месяц такие вот дела здесь у меня на карточке на моей я оплатила коммунальные платежи петроэлектросбыт электричество каварина так что вот небольшие платежи коммунальные электричество тоже небольшой платеж еще мне 732 рубля осталось вот а платеж у меня на следующий месяц 7 числа 600 рублей обычно будут на автомате сейчас посмотрим мой а еще положила немного детек на мой номер телефона на мой мобильный номер телефона Я хотела купить продукты, думаю, куплю продукты в Яндекс.Доставке. Мой телефон, мне надо интернет, в принципе, это МТС-911, сейчас посмотрим, давайте посмотрим, что у меня здесь уже автоматически поставлено, сюда я плачу, автоматически поставлено. Я уже нажимаю и оплачиваю, а здесь вам развести нужно. Так что вот, так, платежи. Угу. 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 Сейчас мой телефон был уже введем... А, телефон. В общем, мобильная связь. 911, 0,95, 0,95, 24, 28. Самое главное не ошибиться, сейчас я еще раз это проверю, может вам поближе покажу. 5, 24, 28, а я подумала одним платежом, а потом думала еще посвятить, знаете, поставить сюда вот эту вот штучку, чтобы более вот это вот освещение, более такое сделать, более яркое освещение, чтобы было более все четко видно. Так, что это очень важный момент, 911, 0,95, 24, 28. Ну что, небольшими платежами, видите, я люблю вот это вот по 28, но если я буду по 28, 28 рублей, классно. Оплачено, вот смс-ка пришла, сейчас у нас 16 часов 21 минута, первое число, это я отправляю, платежку отправляю на мой имейл, так что вот, вот такие вот дела. Сейчас смотрим здесь, в платежах. Сейчас смотрим в платежах, вам в платежах тоже покажу. Это Глеб мне перечислил 1700 рублей вчера, и вообще мужчина такой перечислил. Как-то вот сейчас я вам покажу, я же вам опубликовала часть с этой информацией, с моего личного кабинета, Данька Тинько. Так, я тоже в этот раз не будет, в общем. Я вчера пыталась эти Яндекс.Продукты купить, и у меня Яндекс.Такси взяла 11 рублей, потом эти 11 рублей не вернула. Вот, то есть Глеб мне перечислил, здесь я вам покажу. Семенка мне перечислил 198 рублей, вот, и Глеб мне перечислил 1700 рублей, 1700 рублей. В общей сложности получилось, когда Глеб, когда перечислил Семенка, 199, и Глеб 1700, ну, группа говоря, грубо говоря, получается 1900, да, получается 1900, да, получается 1900 рублей, примерно. А я была должна, я была должна там 1000 рублей. И платежа. С меня взял Тинькофф Бэнк, платеж по моей карточке, 1000 рублей с копейками, и получилось свободных средств, которые я могу использовать по моей карточке, ну, в общем, где-то, получается, 900, да, ну, где-то 800 с чем-то рублей. Так что обратите внимание, просто у меня карточка на 7 тысяч, на 7 тысяч рублей, минус 7 тысяч рублей. Вот, и ежемесячные платежки, это получается 300 рублей. Вот, а я просрочила полтора месяца платежа, полтора месяца платежа я просрочила, и они взяли с меня не 300 рублей, как они ежемесячно берут платеж, а 1200 мне это стоило. Вот и смотрите, то есть, если карточка кредитная на 7 тысяч рублей, вы примерно платите 300 рублей банку Тинькофф за того, что этот кредит оплачивает только минимальный платеж. Вот. А если просрочили несколько недель, то это получается 1200 рублей. Представляете, какое разорение? Ну вот, так что, а Глеб шла, в общем, хотел, чтобы я купила продуктов, в общем, икры на эти деньги. Вот, Глеб, ну вы понимаете, да? То есть, меня банк Тинькофф, вы перечислили деньги, но банк Тинькофф с меня вот так, вы же мне перечислили, там, 300 рублей, 40 рублей, потом 1700 рублей, вот, и банк Тинькофф взял за обслуживание, то, что я прозрачила минимальный платеж, 1200 рублей. Вот. Вы поняли, да? Поэтому у меня встала такая дилемма. Или оплатить интернет, а мне нужно оплатить интернет на следующий месяц, чтобы интернет у меня работал. Интернет у меня, в принципе, по 600 рублей, когда я оформила, по 600 рублей. В общем-то, новые, как там, на 3 месяца, в общем, по 600 рублей можно оформить. Вот. То есть, или я сейчас оплачиваю интернет, или продукты покупаю на 600 рублей. Но, я хотела купить продукты, но там, вот, оплата вчера не прошла, говорю, что яндекс.Такси взяли вместо продуктов, я покупала продукты, потому что, 500 рублей хотела вчера оформить продукты, чтобы сегодня привезли. Я решила оплатить интернет. Очень, конечно, хочется купить, понимаете, и фруктов, и овощей, и, конечно, и икры, и, в общем, конечно, где там написала, лучше, конечно, знаете, хочется овощей, фруктов, огурцов, помидор, бананов, уж, вместо икры, хотела, что его мясо, там, по 50 рублей, за упаковку купить, думаю, лучше, я уж, что его мясо куплю, потому что, чтобы покупать икру, вы понимаете, да, должен быть соответствующий доход на, на эту, на красную икру. Так что, вот, 28, 28, сейчас я еще, в общем, платежи прошу, в общем, платеж, в общем, я, знаете, люблю такие, 28, 88, ну, что, 911, где-то, ну, что-то, потому что, первый раз ввожу этот, новый номер этого интернета, в общем, 911, 0, 95, 24, 28, в общем, повторить платеж, в общем, повторяю платеж, 88 рублей, потом будем считать, в общем, 88 рублей, оплачиваю, оплачиваю, 16, 28, 16, 28, 88 рублей, оплачиваю, и так же, так же посылаю на мой, кстати, вот мой, email, 207, 1508, собакобеки.ру, ну, ну, что, еще раз, еще как бы вот, платеж, ну, что, сделаем тогда платеж, 200, 280, 288, 288, 288, 288, как я и написала, если вы хотите быть спонсором, моей страницы, ВКонтакте, моей творческой студии, позитивного мышления, силы, позитивные мысли, Татьяна Салмановна, Мактон, Са и Фудин, обратите внимание, это вот, пришли смс-ки на мой номер телефона, вы можете мне позвонить, по моему номеру телефона, так что, вот, я с вами с удовольствием поговорю, ну что, 288 рублей, как бы, оплачиваю, так, я, в общем, потом, надо посчитать, чтобы взять, какие-то платежи, такие, в общем, еще, смс-ка пришла, еще одна, еще одна пришла, да, ну что, смотрим в платежах, сейчас я вам покажу, сколько у меня на карточке осталось, ну, и, Глеб, сейчас, это для вас, дебет-кредит, знаете, как там, вот вы хотели, чтобы я икры купила, а я вам, вот, Глеб, объясняю, я вам очень благодарна, что вы меня перечислили, 1700 рублей, вы понимаете, да, я просто посмотрела, там, это банка икры, там, за банку икры нужно 600 рублей заплатить, так лучше я подключусь за эти деньги к интернету, понимаете, получается, здесь осталось, ну, как бы вот эти вот, ну, а я несколько платежей еще сделала коммунальных, вот, лучше уже, конечно, оплатить интернет же за 600 рублей, чем купить, конечно, банку икры, потому что интернет мне нужно оплачивать, а в 8 числа опять платеж, в 8 числа у меня опять платеж, новый платеж по этой моей критике, или здесь на карте, просто вам объяснять, вы будете вот смотреть, вот смотрите, сейчас я вам покажу, вот же меня сюда вот перечислили, я вам вот смотрите, на моей карточке, сколько доступно, смотрите, 318 рублей, сейчас у меня доступно по карточке, 318 рублей, 21 копейка, ой, это же точка, надо как-то так вот поставить, аккуратненько, сейчас я вам покажу, оплачиваю интернет, ну, можно было, конечно, одним платежом 600, я, знаете, люблю таких, хотя он мне сразу показал, а, он суммирует, да, он суммирует, сколько у меня оплачено, вот, сейчас вам платежи покажу, он суммирует, 400, 415 рублей, это 415 рублей, ну, хорошо, еще сделаю платеж, несколько платежей, ну, в смысле, по 18, 28, на 415 рублей оплачиваю, а нужно, чтобы было 600, ну, что, по 88, счастливое число, счастливое магическое число, оплатить еще 88 рублей, актиментка пришла, 200 рублей у меня осталось на карточке, ну, что, 500, получается, смотрите, мобильная связь, МТС, номер 911, 095, 24, 28, это мой, на этом, этот, 503 рубля, сейчас вам, смотрите, покажу, 503 рубля, это мой интернет, который я пользуюсь, оплатила я его, картину продала, Андрей Путниныш, который у меня одну из картин, Георгины, так что, вот, оформила интернет, за 600 рублей, сейчас тоже оплачиваю, смотрите, и что получается, 500, в 503 рубля, 503 рубля, 503 рубля, чтобы такое, магическое какое-то такое число, магическое число, не совсем пишет, ах, магический карандаш, ах, это волшебная палка, ах, это волшебство, миллиардер, Михаил Маратыч, прикольно, ну что, 98 рублей, Что-то плачу еще в 98 рублей. Вы поняли, да? 98 рублей оплачиваю. Оплатить. Оплачено на мой номер. Смотри, сейчас я прористываю. Вот эти вот смс-ки. Пришли на мой мобильный телефон. Ну что, возвращаемся на главу. Первым делом, когда у меня поступили деньги, первым делом я, знаете, оплатила по 18 рублей. По 18 рублей я оплатила и электричество за, так скажем, за январь месяц, и эту квартиру, в общем, и коммунальные платежи за мой эвинг. Вы поняли, да? Первым делом. Сейчас я вам покажу это все. Там, с небольшими платежами, с этой карточки, уже оплачиваю много-много месяцев. Использую эту карточку в основном для оплаты моего интернета, телефона, которым я пользуюсь. Вот так. И также коммунальные платежи за квартиру, за эвинг, петроэлектросбыт. Сейчас я вам все покажу. Я здесь в этой квартире живу 30 лет. Я была Александром Татьяной Юрьевной. Вот. Вот такие вот дела. Моя звонческая студия позитивного мышления, силы и позитивные мысли. Я Татьяна Салмановна, Максим Саекудин. Я в этой квартире живу уже больше 30 лет. Вот такие вот дела. Квартиру, кстати, я мою продаю. За 5 миллионов 800 тысяч рублей. Продолжение следует... Банк Тинькофф присылает на такие квитанции, очень такие большие, хорошие квитанции на мой имейл. Так что вот. Ну, когда я здесь отправляю на имейл, мне нужно нажать, чтобы отправить. Ну, в общем, все. В общем, что, 600 оплатила я. Смотрите, оплатила интернет, оплатила интернет на следующий месяц 601 рубль. Получилось такими волшебными платежами. 88, 288, вы поняли, да? 98. Ну и заканчивается мой интернет на 28. 5 операций, 5 платежей я сделала. 98, 98, 88, 288. В общем, здесь что? 28. Ну да, на все новостерки такие, 88, и в общем, и 98, и 28. Сейчас я вам еще покажу. Моя числа. Можно было, конечно, одним платежом 600. Вот. А хочется, знаете, как говорить, волшебство. Знаете, как там? Как там советует эта школа волшебников Семаро? Не знаю кто, не знаю, как дает мне деньги просто так. Очень хочется, чтобы, знаете, просто так на мою эту карточку какой-нибудь меценат перевел. Ну, я буду рада, в принципе, любым суммам. Понимаете? Даже вот, ну, как было, вы поняли, да? Хочется, знаете, чтобы какой-то такой большой платеж мы перевели. Знаете, какой-то такой, знаете, меценат, который переведет такую небольшую сумму денег, миллион долларов. Ну, можно, конечно, и меньше, можно, конечно, и больше. Ну, что, здесь у меня осталось еще на моей карточке осталось наличных средств, которые я могу потратить, на моей карточке. 132 рубля. 21 копейка. Поэтому, я на эти 132 рубля, Глеб, ну, никак не могу продукты купить, я бы очень хотела. Думаю, хотя бы помидоры, огурцов, вы поняли, да? Думаю, соевое мясо, понимаете, сварила соевое мясо, макарошки у меня куплены, да я могу, у меня вот есть, понимаете, вот, у меня же куплена мука, у меня вот эта мука, запасы, в принципе, я могу эти макароны, у меня вот из гороха, гороховые супчики, буду сейчас кушать, у меня горох сварят, ну, вот. Макароны я могу из муки сделать, у меня мука купленная, блинчики на масле пожарить, в общем, кашку, сейчас буду овсяную варить, у меня каши, знаете, вот эти вот, различные каши купленные. Ну, хочется, конечно, овощей, вы поняли. Хочется фруктов, овощей. Подумала, куплю на тех фруктов, ну, в смысле огурцов, помидоры, буду сделать салаты, огурцы, помидоры, соевое мясо сварю, ну, это как белок, потому что, ну, у меня, конечно, горох, я горох в разных видах кушаю, и замачиваю сырое, и вымачиваю его хорошо, еще, знаете, в горячей воде, и супчик варю, и пюре, и там, пельмешки из гороха, ну, вот. А так, как я думала, соевого мяса куплю, сварю соевого мяса, макарошки сделаю из муки, и салатика, густы, помидоры, вот, и вы поняли, да? Ну, что? Значит, за квартиру. За квартиру. ЖКХ, за февраль месяц оплачу. Так, номер 8, сейчас я вам, ну, кто хочет оплатить, знаете, ну, тогда я, в общем-то, здесь просто сделаю 10, 10 рублей, сделаю 10 рублей, это по 18, в общем, 10 рублей. Февраль, за февраль месяц оплачиваю, сейчас я вам все покажу. Кстати, мой лицевой счет 0,4222, 43, 10. Вот, кто хочет оплатить коммунальные платежи? У меня по коммунальным платежам здесь должна почти 300 тысяч рублей. Вы можете прямо вот это ЖКХ, вот им, жилищное хозяйство, вот это, ВЦКП, сделать доброе дело, оплатить. Сами можете оплатить. Коммунальных мне платежей, только платежку мне пришлите. Вот, я вам покажу, лицевой счет покажу. Оплачиваю доступными мне платежами, из тех средств, что у меня есть. Вот. Моя творческая студия позитивного мышления, что мне написала. Будут средства, будет съемка, будет видеосъемка, будут видео. А так, ну, лишь же оплачивают мне и Свет, и ЖКХ. Поэтому ищу меценатов, спонсоров. Можете вот это прямо сами оплатить. По мультивому счету, если желаете. Ой, это Свет, ну ладно. Что поставить, чтобы кто-то не был. Кстати, кто смотрел, кто смотрел мое видео, прошлый Новый год, мне звонил Рома, которого я знаю. Ну, в общем, знаю, вы поняли, да, изгонченный Рома звонил. Номер у него на 44 заканчивается. Я тогда запомнила, что его номер на 44 заканчивается. И вчера смотрю, знаете, вот это, нет, сегодня, сегодня он звонил, так скажем, ночью. Смотрю номер на 44. Рома, я не взяла трубку, я поняла, наверное, что это вы звоните. Я же вам написала на моей странице ВКонтакте, что я с вами общаться не хочу. Так что вот. Кто смотрел мое видео, прошлогоднее, начало Новый год, вообще, мой разговор с Ромой Ромащенко. Так что вот, Рома, если это вы звонили, телефон ваш на 44, я запомнила. Так что звонить мне не надо. Вот, я с вами общаться не хочу. Так что вот по этому трубку, конечно, я тоже не взяла. Ну, что, в общем, оплачиваю. Оплачиваю платежи. За февраль месяц коммунальный платеж. Так, теперь за март. За март этого года. Ну, 3-я. Ну, 3-я. Тоже. А здесь смс не приходит мне. Сейчас у нас вот 16 часов 47 минут. Первое января. Ну, первое, ну, первое. Так хорошо. И за апрель. И за апрель месяц. В принципе, эти, высшие этажом, которые меня залили, с ними судиться надо. Но если я найду мецената, Глеб, если вы мне хотите оплатить, понимаете, ну, что мне судиться нервы трепать? С соседями высшие этажом они меня 3 раза заливали. У меня, я на цементном полу, понимаете, у меня даже пол цементный попросту покрашен. И ремонт не сделан в квартире. Вот они меня, знаете, вот это вот. В прошлом году, в августе месяце, с точными водами из кухни залили. Мы сказали, чтобы они заплатили 280 тысяч рублей. И они сказали, что они судиться согласны. Так что вот. Если я найду мецената, ну, а чем мне с ней судиться, правильно? Который оплатит на коммунальные платежи. А так они не должны оплатить. Но в суд подавать, понимаете, судиться, что вы же понимаете, да? Вот эта вот нервотрепка и так далее. А это надо? Ну, они сказали, что я не виноват, и ЖЭК виноват у меня тогда и сказала. В общем, в принципе-то, мне-то ЖЭК оплатят или они оплатят. Ну, они сказали, что часть трубы, которую прорвало, к ним не относятся. А то, что они залили лет 7 назад, они мне 5 тысяч рублей заплатили. Вы просто не представляете. 5 тысяч рублей. А пришлось все снять. Весь линолеум, всю мебель, практически на кухне, в коридоре, там вот в комнате. Там у меня линолеум был еще на войлоке. Все это сама сушила, поднимала. Это просто все обои испортили. Все обои, мебель на кухне, в коридоре, все испортили. Это чтобы, знаете, ремонт сделать, новую мебель купить. Они говорят, вот извините, 5 тысяч рублей заплатили. А потом, когда я им сказала, чтобы они 280 тысяч заплатили, ну вот, за то, что с точными водами. Они говорят, ну, в прошлый раз же мы вам заплатили, понимаете, что можно сделать на 5 тысяч рублей. Ну что, давайте теперь к Петроэлектросбыту. Вот я здесь должна по Петроэлектросбыту, по моей квартире, 30-30 тысяч рублей. 15 за электричество, 15 там за капремонт дома. То, что они сделали, евро ремонт, евростандарт, делали вот ремонт, евростандарт нашего дома. Также из этой платежки, из-за 300 тысяч, там половина за капремонт, за евростандарт, вот этого дома. Там где-то сто с лишним тысяч за ремонт. И Петроэлектросбыт я за эту мою квартиру должна. Сейчас я вам покажу лицевой счет. Если вы хотите быть моим меценатом, в общем, можете оплатить мне Петроэлектросбыт. Там в этой платежке Петроэлектросбыт еще с летом было сказано, 15 тысяч рублей я должна им за электричество. И в этой же платежке 15 тысяч рублей за капитальный ремонт дома. По евростандарту, я так понимаю, они сделали новые железные двери, покрасили все 16 этажей мраморной, как бы, эксклюзивной краской. Потом эту краску еще покрасили краской. В общем, заменили почтовые ящики, заменили все двери на первом этаже. Так что вот, вот такие вот дела. Это не просто так, а в общем, вот, в общем, жизненная, жизненная ситуация. Вот этот Петроэлектросбыт. Если вы видите, а он близко, сейчас покажу. Вот, смотрите, номер, Петроэлектросбыт. счетчики новые поставили недавно. Я же вам говорю, это видео я сейчас вам загрузила. Новые счетчики, Петроэлектросбыт поставил. Тут у нас новые счетчики на электричество. В частности, там не знаю, а вот то, что поменено вот к моей квартире 92-й, ну и к соседской тоже. Так что вот. Ну что, 10 рублей оплачиваю. А здесь как-то вот непонятно, за какое как-то вот здесь вот по... Ну что, 10 рублей. Я уже оплатила 2 раза по 18, еще 10 оплачиваю. Волкомарина. Понимаете, волкомарина, я должна там тоже где-то 300, больше 300 тысяч, где-то 350. Сколько я там должна, има с августа, какого там года? С августа 17-го года. Дима, когда мы с вами ходили, тогда вот это вот, они пристройку там не снесли. За весь 18-й должна, 19-й, 20-й. Я небольшими платежами оплачиваю. Вот кто хочет быть спонсором, оплатить мне коммунальные платежи, волкомарина, когда я ремонт в Веллинге делаю. В Веллинг въехала, когда там, в апреле, 17-го года, в апреле, да? Весь, все лес делаю ремонт, потом пристройку они снесли. Так что вот, с августа 2013-го года я им должна коммунальных платежей по 5 тысяч рублей примерно в месяц, или можем чуть меньше. Вот кто хочет оплатить? Есть желающие оплатить коммунальные платежи, у меня у комарина. Сейчас я вам покажу. Миндерейская Дома 1, литера, М-корпус 9-й, Эллинг 24. Я, кстати, Эллинг продаю за 8 миллионов рублей. Кто купить хочет ему Эллинг, цвета пуксистости? А вы, Глеб, говорите, это красная икра. Здесь как подумаешь об этих платежах? Так, давайте сюда. Я вообще люблю, я так вот вообще всю жизнь жил, чтобы порядок был, понимаете? Должен быть порядок. Вот у меня на моем счете сейчас осталось 92 рубля 21 копейка. 92 рубля 21 копейка. Я, конечно, могу, знаете, себя крупным планом показать, нужно как-то так это умыться, одеться. Могу, конечно, и костюмчик одеть, знаете, и эротик, просто, знаете, такие вот такие, творческая студия позитивного мышления и актерского мастерства, между прочим. Дорогие друзья, вы смотрите мою очередную программу «Моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли и актерского мастерства. Татьяна сломанная макту в Сан-Фуде». Так что, вот, в основном, конечно, я себя показываю в крупном плане, мы вообще как-то полный рост и вообще вот это. Ну, сейчас я как-то вводю, конечно, могу там и костюмчик, и такое эротичка дать, но, понимаете, делать серьезные оплаты, платежей. Ну, что, где ведет ЭЛК Марина? Так, значит, Петроэлектроизбыт, коммунальные седики платежи, ЛТС. Вот ЭЛК Марина. Повторит платеж. Там несколько вот этих каких-то вот номеров было, не знаю, знаете, вот лицевых счетов вот правильно я там нажал. Знаете, вообще, мне несколько, знаете, отчего был там один какой-то беден, потом второй, но я еще для этого еще адрес пишу. Знаете, вот точно два лицевых счета у меня было, на этой ЭЛК Марина, не знаю, но по документам я смотрела. Вот правильно у меня там вот это вот написано или нет. Ну, в общем, что адрес я ввожу Петергоф, Менделеевская, Дома, 1-й, М-корпус, 2-1-24. Так что, вот, надо еще будет вас уточнить, посмотреть. В общем, еще 10 рублей я начну оплачивать. За какой? В общем, за февраль. За февраль месяц. Оплачено квитанцию на мой имейл, чтобы квитанция пришла на мой имейл. Вот, осталось на моем счету, на моей карточке кредитный, это свободных средств, которыми я могу воспользоваться, 82 рубля на 21 копейка. Такие хозяйственные вопросы творческой студии. ну что, конечно, себя крупным планом показать, сейчас я себя, дорогие друзья, покажу, себя покажу крупным планом. что-нибудь показать, покажу, сейчас мне нужно посудку будет мыть, посудку мыть, в ванной, принимать душ, посудку мыть, так что вот, а кашку, кашку, что я сейчас, завтрак, так что вот, сейчас буду я готовить такой поздний завтрак, как в Парижах, так что вот, с вами я, специалист в области позитивной психологии, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин, моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли и актерского мастерства, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин, немножко такие хозяйственные вопросы, оплата платежей, так что вот, Глеб, вообще я вам очень благодарна, когда я вчера, когда мне вчера пришел платеж 1700 рублей от вас, я была очень, я была просто несказанно рада, потому что, во-первых, на самом деле, я поняла, что мой этот, как там, платеж по моей этой кредитной карте, ежемесячный оплачен, что теперь они не будут мне пять раз на дню звонить из банка Тинькофф, ну, и в общем, я так поняла, что там часть денег еще и останется, я смогу там, или икроли, какие-то продукты для себя купить, тоже была просто несказанно рада, вот, тем более, когда вы мне еще написали, такая там, то есть смс-ки, я сказала, вчера была такая в шляпе, такая такая ратическая в шляпе, вот, тем более вы написали, что вы мне оплатите еще мои вот эти вот платежи за несколько месяцев, что что-нибудь такое-то мне написали, а, вы еще написали, что пришлюте мне еще денег, чтобы я так, супер хороших продуктов себе купила, такой смс мне прислали, почему такая надежда, надежды на сегодня продукты, в общем, как говорится, ну, это важный вопрос, понимаете, в общем, как-то хочется, хочется очень вкусно, я вообще люблю, очень вкусно покушать, люблю, как я вам и говорю, знаете, вообще люблю фрукты, овощи, я привыкла в Америке и шикарно жить, в органик-шопах питаться, вот, фисташки, орешки, фрукты, овощи люблю, вот, клубнику, я в Америке чернику, клубнику каждый день ела, органик фисташки, бананы, органик кофе, я же говорю, вот, суши, уже готовый, такой вот этот вот, машин супчик, и вообще, салмоны, в общем, как там сказать, всякие такие в органик-шопе, а эти салат, каждый день ела зеленый салат, с этими помидорами черри, с этими супер заправками, ну, для салата специально в органик-шопе, из масла, чесночка, уксус, такие специальные там различные, знаете, добавки, ну, как-то, эти соус, такие соус к салату, вот, и мне это не надоедало, у меня, я же вам говорила, у меня было такое, я вообще почти каждый день, ну, не то, что одним и тем же, я просто очень любила, знаете, органик-кофе, 0% milk, у меня это как обычно было, знаете, это сухой завтрак, из органик-шопа, в общем, такие эти штучки, или с йогуртом, или с молочком, вот, потом конфетки Рафаэлла, и вот эти вот, как они называются, такие шоколадные, в общем, а, нет, еще, знаете, я еще люблю кокосовое, кокосовое печенье, витку, такие вкусные, кокосовое печенье, конфетки, конфетки Рафаэлла, и, и другие, как они назывались-то, Феррера, Феррера-Роше, по-французски, пару конфеток, одну Рафаэлла, одну Феррера-Роше, ну, и, конечно, свежая клубника, черника, к этому завтраку, такой завтрак у меня был, потом, знаете, такой ланч, такая тюни-сэндвич, я делалась, такой, это, супер-супер тюни-сэндвич, в моей, вот эти, как называется, ну, с Пареней, на Феррера-Роше, скинм, ротбол, в Каннатикуте, я жила, я была замужем, замдоктором, Пареней Максвелланданский, несколько лет, с 2003 по 2008 год, так что вот, в общем, что, на обед, я привыкла кушать, маршрум-суп, или суп из креветок, авокадо-суши, или, в общем, салат из авокадо, а нет, ну, да, и маршрум-суп, и зеленый салат, зеленый органик салата, савокадо, из помидорки на черри, органик фисташки, и суши с авокадо, ну, или Калифорния, но в органик шопе, там, в основном, продавалось, как там, называть, с чем-то таким, а я люблю, или Калифорния, вообще, какие горячие, ну, там не было горячих роллов, вот, иногда там, на обед, готовые креветки, готовые там, готовые салмон, готовые креветки, вот, в дополнение к этим салатам, или какие-то такие уже салаты, знаете, там, в Америке, в этом органик шопе, можно и свой салат, у них такая, выкладка такая, большая, большая, берешь, набираешь, такую штучку, весовой такой салат, супер-супер, готовый, вечером, я несколько раз в неделю занималась спиритчоу-йога, конечно, за два часа, до занятий, потом уже, когда я приезжала со спиритчоу-йога, я уже только могла там, какой-то молочный коктейль, склубник, а так я уже не кушала, ну или такой, потом такой легкий ужин, а вообще, конечно, любила, знаете, там такая гинза, ресторан, гинза, шикарные суши, в ресторане гинза, в общем, вот это вот, прямо, который, знаете, вот это, хотя здесь вы тоже заказывала, здесь тоже заказывала, есть тоже не шикарные суши, Балтийский берег, или как-то, какой-то, какой-то, суши, надо посмотреть, что-то, балтийский, название какой-то вот уже у них очень хорошее заказывала в шитом 16-17 годах эти большие даже большие вот эти вот роллы и в общем такие наборы роллов и конечно перекусы бананы и виноград и виноград органик и на как кстати там почти в 2 раз дороже виноград органик бананы органик органические пальмы наверное эти органик бананы растут на органических пальмах а самое интересное там в этом органик шопе вне зависимости сезона наш как там клубника сезон клубники там лето там а еще конечно я очень люблю черешню как татьяна салмана любит черешню вот черешня у них там была только сезонная это же к бабке не ходи и черешню они продавали не в органик шопе а в обычном магазине вот ее можно было купить когда я видела вот черешня а цветы у них можно было за 9 до 10 баксов купить такой букет роз и себя баловала знаете сама покупала все букет роз шикарно 10 бакс а такой букет роз поставишь просто наслаждаешься этими розами там и парк был такой парк роз и вообще вообще там сезонов не было там что в органик шопе что зима что лето что осень что весна я имею ввиду по чернике клубники всем вот этим фруктом как-то они то что знаете у нас эти вот дыньки в августе вкусные смотришь то знаете вот это вот сезон клубники вот этих дыни у них у них как бы стабильность стабильность вот такие вот дела ну что давайте на мои страницы вконтакте вкратце 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 Алло, Дима, как ваши дела? Я вот вам звонила неоднократно, ну, в общем, как-то у вас или автоответчик, а сейчас номер занят, так что вот, это Татьяна. Это мой трейдер ВКонтакте, ну, что, заряжаю контактами. Это конверты по технике Рэйки. Я сама даже не посмотрела, я посмотрела, что это у Натальи Правдиной опубликовала на моей странице. Так что вот, кстати, сейчас я вам покажу номер моей, это моя страница, вот, и здесь я опубликую номер моей карты, я так понимаю, что и Глеб, и другой мужчина, он перечислил мне деньги, но именно на этот номер моей карты, я вам опубликовала, номер моей кредитной карты, на которую можно перечислить деньги. И вы хотите стать спонсором моей творческой студии. Вот такие визуалы. Спасибо. 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 Спасибо.